Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем ваш вопрос. Начать хотелось бы со следующего момента. Вы в начале своего текста говорите о том, что хотите совет. И говорите, хочу. Хотелось бы попросить совет. В конце вы пишете, что могло произойти. Вопрос, что могло произойти, и хочу попросить совет, несколько диссоциируются друг с другом. Потому что совет вы можете попросить по поводу чего-то, чего вы не знаете. А что могло произойти, это, собственно говоря, больше на погадать. Ну, потому что мы не знаем, что могло произойти. Могло всё произойти так, как говорите вы, точнее, как вы описываете, могло быть что-то ещё, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как бы здесь непонятно. Непонятно по поводу чего вы хотите совет, и непонятно в каком контексте вы задаёте вопрос в плане того, что могло произойти. Потому что это, как я уже сказал, больше про погадать, психологи не гадают. Это первое. Второе. Когда вы описываете, что у меня начались отношения, встречались три месяца, три месяца я знаю, что это недолго. Вот, это было очень серьёзно, это были мои первые отношения, у меня впервые появились чувства. Вы говорите, вот, я, значит, вы пишите, что я его любил, я люблю, он меня тоже любил, я верил, потому что он это говорил и говорит, что он нам налил. Как бы, уже здесь, на данном этапе, возникает ощущение, что вам важнее то, что любит вас, нежели то, что любите вы. И важнее вам слышать от человека то, что он вас любит. Я не знаю, как вы это воспринимаете, видите ли вы в этом некоторую сложность, некоторую трудность, потому что для меня, например, в этом сложность и трудность есть. Трудность заключается в том, и связана с тем, что вы становитесь зависимой от человека в отношениях. Ну, я, понятное дело, не знаю, как вы сами к этому относитесь. Дальше, значит, вы пишите, что я полюбил этого человека. Нормально это первая любовь в своих странах. Пишите, пишите. Вот какое значение для вас имеет то, что это первая любовь в ваших странах? Это тоже, тоже, тоже важно. Почему это важно? Потому что, повторюсь, у вас любовь выглядит, я не знаю, как на самом деле, но у вас любовь выглядит как то, что вы в человеке нуждаетесь. То есть, вам, вам, человек, понравился, вот этот вот мужчина вам понравился, вы называете это любовь, то, что он вам понравился, пришелся по душе и так далее. Я не знаю, вы поймите меня, поймите правильно, я не знаю, может быть, это, ну, нормально. Я не знаю, может быть, может быть, у вас чувствует, в том смысле, что так и должно быть. Но выглядит это, выглядит это, выглядит это, именно выглядит. Как это выяснилось, сажали. И вот это, что это выглядит как это выяснилось, но мы не знаем. И вылезти это проблемой. Дальше идем. Значит, ну вот следующее, что я хотел бы сказать вам. Что было взаимное, я это чувствовал, так как он говорил, что любит. Ну вот здесь для вас важна взаимность. Вы правы. Что? Что взаимность действительно важна. Но. Степень важности взаимности. Очень. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что есть у меня такое ощущение, что взаимность вам важнее, чем ваша честь. На эту картину указывает вот то, что вы пишете про то, что вы ему верили, потому что он говорил вам, что он вам говорил, что любит вас, и что он однолюб. Хотя говорить можно, в принципе, что угодно. Дальше. Хотелось бы разобраться в ситуацию, что могло произойти на самом деле. Ну, а на самом деле произошло то, что молодой человек не может получить ордафу. То, что ему нужно. Вы ему просто не даете. То, что ему нужно нужно. Он говорит, что хочет с девушкой жить, но не хочет снова жениться. А вы не хотите жить, но хотите с вас. А для судьбы спустя три месяца, ну, наверное, Роналд. И ещё. По крайней мере, я так думаю, что Роналд. Не знаю, может быть вы там по-другому считаете. Вот. И в итоге получается, что вы просто не устроили друг друга в отношениях. Вот и всё. Всё было хорошо, как я думаю. Ну, как может быть всё хорошо, если он говорит, что сказал именно с девушкой, которая будет жить, а вы сказали, что вам надо с вами. Последние две недели барин ко мне охладил и перестал звонить. СМС писал слуху. И как вы себя почувствовали, когда это произошло. Но мой вопрос. Что случилось? Что случилось? Зарвет вас. Всё хорошо. Вот давайте постараемся с вами честно, только честно, ответить себе на вопрос. Вы, когда спрашивали, что случилось, вы это задавали, вопрос этот вы задавали. И тревожность, то есть, я чувствовал что-то не так. Да. Это тревожность. А после стал придумывать отмазки, чтобы не встречаться. Тогда я написал, что происходит. То есть, опять же, здесь вы, по моим ощущениям, перекладываете ответственность на человека за свою тревожность. Не умея обращаться с ней. То есть, вам тревожно. Вам может быть даже страшно. Например, ну, может быть такое быть, что вам будет страшно. Страшнее для того, что, ну, что это произошло. Вы об этом всегда не говорите. Вместо этого вы, условно говоря, требуете ясности от человека. О чём это говорит? О том, что себе вы не доверяете. Дальше. Вот я ответил, что нам нужно расстаться на время. Ну, в данном случае, это давление на него с вашей стороны. Я понимаю, что это не всегда. Откуда вы это понимаете? Объясняю это тем, что у него очень много работ по за это время. У него нет на меня времени. Он хочет дарить мне любовь и внимание. Поэтому он хочет порастаться. Для меня это было как гром среди ясного неба. Тоже хотелось бы этот момент немножечко, ну, понять. Хотелось бы этот момент немножко разобрать. Потому что это было неожиданностью. Это очень больно вам. Вы не знаете, что делать дальше в этой ситуации. Или что? Гром среди ясного неба это как? Это что такое? Понимаете? То есть вам, мне кажется, нужно более внимательно к себе отнестись здесь. И более внимательно, более внимательно постараться ответить на вопрос, что же со мной происходит. Вы пытаетесь его понять, человека, человека в смысле. А вам бы себя, вам бы постараться понять себя. Себя понять порой сложнее, но в тысячах раз сложнее. Важнее, чем пытаться понять другого человека. Вот это может быть и не получится. Я понимал, что у него много работы. Но я подумал, что он из-за этого трудостроился. Я сказал, что с друзьями я отказал. У меня чувство, что человеку мне будет очень тяжело просто дружить. Ну давайте подумаем, а в чем тяжесть дружить с человеком, если вы его любите. Ведь это возможность выразить свою любовь. Получается, почему-то вы ранитесь. Вам больно, дружить с человеком. Да? Вам больно от того, что вы, вероятно, не можете получить что-то, если вам нужно. С его словом, он стал встречаться именно с одной девушкой, которая будет с ним жить. Я ему отказал в начале отношений, когда предлагал жить мне эти блага, против жить мне всегда с вас. Потому что могу произойти. Так это и произошло. Я думаю, что он кого-то нашел. А почему вы не рассматриваете, что он просто понял, что вы ему не подходите? Почему такой вариант вы не рассматриваете? Если человек любит, это пустяки для расставания. Это вы так считаете? Помимо любви есть еще и комфорт. Помимо любви есть еще и требования. Помимо любви есть еще и свое видение партнера. Не кажется ли вам, что то, как вы видите любовь и приписываете это другому человеку? А ведь другой человек, он на то и другой человек, что любит по-другому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.